ну и вы продолжаем наши программы и у микрофона майкл мелехов добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели мы начинаем нашу программу которая называется тайное явное меня зовут майкл мелехов и я руководитель центра sun gates и сегодня у нас в эфире помогает нам гранд мастер таро эльзаха подняковская которая уже на линии и сейчас мы включимся давайте я скажу во первых как можно с нами пообщаться ну 8 4 7 4 9 8 3 3 6 7 это телефон прямого эфира 8 4 7 5 9 5 0 9 0 4 это эсэмэски которые вы можете послать ну и слушать нас можно и в интернете тоже это chicago 1330 . даткам . ком в общем то к нам подключается я это уже знаю подключается радиослушатели из других стран поскольку и на моем канале на моих порталах уже такая информация есть и поэтому люди это все в реальном времени уже могут слышать и так сказать участвовать задавать нам вопросы если будут такие вопросы то аркадий их нам озвучит поскольку они могут поступать еще раз по интернету ну хорошо тогда мы приступим и как всегда давайте посмотрим сегодняшний день и потом мы спросим у эльзы как она трактует это сегодняшний день то есть с точки зрения астрономерологии но во первых на людей которые родились конкретно 12 августа и неважно какого собственно говоря года воздействия такие планеты и питер солнце и уран ну и пока мы находимся еще в знаке льва за то время то что нас не было в эфире а последний у нас эфир был 5 числа произошло очень серьезное события которое не должно было остаться незамеченным по разным показателям поскольку 7 августа у нас было лунное затмение и это очень серьезная вещь в этом месте уж так получилось у нас целых два затмения вот это лунное затмение оно было частичным а вот 21 августа у нас будет очень серьезное событие того которая была последний раз в 1998 году период вот такой у нас достаточно серьезный то есть примерно 18-18 полный лет и в этот день могут произойти происходить очень серьезные какие-то события солнечное затмение как и лунное затмение это ментальные какие-то могут быть вопросы связанные с принятием решения ничего нового делать не рекомендуется категорически надо очень и очень осторожно к этому к этим дням относиться есть четкие строгие указания которые ну надо было бы соблюдать если конечно кто-то в это не верит ну проверяйте если хотите только это опасно сразу могу сказать подтверждение этому очень и очень много это чего мы не знаем это не значит что это не существует ну как мы знаем незнание законов не освобождает от ответственности давайте прежде даже чем я допустим скажу но я буквально несколько слов могу сказать про этот все-таки день то есть сочетание вот этих планет и знака льва смотрите что происходит солнце первое дальше тут еще есть еще вот такая соединение и марса но это все находится в знаке льва это огненные огненные все знаки это очень серьезное качество то есть здесь люди которые родились и кстати вокруг этого затмения не было должны обладать очень и очень серьезными качествами вести за собой людей и единственное что вот у них могут быть какие-то проблемы не знаю это сердечные дела то есть возможно у этих людей то есть они дико эмоциональные они вот так это всего хотят сразу и все и у них могут быть возникнуть разочарование потому что это они хотят это не значит что их хотят поэтому сердечных делах могут возникнуть какие-то проблемы но с другой стороны вот вот это сочетание планет она приводит к успеху на вот такой государственной скажем службе муниципальной службы и в политике поэтому очень многие люди которые родились именно в этот день они очень и очень успешны в этом в этих направлениях ну и они обладают выдающимися способностями организатора и руководителя ну надо сказать во первых 12 число смотри что происходит единица это солнце двойка это луна сочетание это самое лучшее сочетание из всех троек поскольку один плюс два это три а три это у нас юпитер а юпитер это у нас гуру то есть учитель и вот это самое из всех троек 12 21 3 12 21 и 30 это все тройки так вот самое лучшее сочетание именно 12 числа для людей которые вот 12 родились и те которые родились сегодня вот можете себе дорогие родители если такие нас слушают вот на заметку себе поставить ну хорошо эльза вы с нами сегодня добрый вечер я привет тебя майкл аркадия и всех радиослушателей готов включиться в беседу давай давай включимся в беседу еще раз я уже представил тебя гранд мастер 2 обладающими огромное количество титулов перечисления которые займет половины передачи у нас тут у нас тут реклама еще к тому же поэтому мы должны соблюдать регламент да да давайте мы посмотрим тогда сельзий хопотняковский что сулит нам этот день тем людям которые родились вот именно двенадцатого числа я полагаю так что ты будешь смотреть 12 аркан нет ну в общем то здесь действительно задействованы 12 аркан и 8 аркан если мы берем классическое таро марсельская справедливый 12 аркан это повешенный хотя в целом день дает тройку и в целом сумма дня 21 это них мир это всегда красивая точка в каком-то процессе но получается что несмотря на гармоничную тройку суммирующую которая старших арканах таро дает аркан императрица но императрица это почва под ногами в первую очередь на сделанная хорошо сделанная почва но складывается этот гармоничный аркан общий дневной из довольно жестких арканов которые можно назвать кармическими потому что повешенный это аркан наказания ну можно о нем конечно рассуждать много он не только говорит о наказании он может говорить и о погружении глубоком погружении какую-либо тему то есть люди родившиеся в этот день скорее всего очень глубоко погружаются то чем они заняты либо они глубоко находятся в своих эмоциях потому что в вере в эмоциях во всем что является их духовными сферой их духовных интересов потому что повешенные также соответствует стихии вода что касается восьмого аркана или августа да который обозначен у нас восьмеркой как справедливости возможно в этот месяц часто происходят какие-то судьбоносные события в принципе и получается что человек является нас и на свет какой-то особой программы в этот день кстати сказать подчете этого дня много единиц то есть большое количество волевых проявлений достаточно много двоек и как ты правильно майкл сказал мне очень понравилось что очень хорошее сочетание солнца и луны идеальное сочетание но если мы будем раскладывать нумерологии этого дня в нем будут отсутствовать четверки как не раскладывает четверки отсутствует то есть при очень серьезных и жестких энергиях в этот день нет здоровья нет стабильности и я хочу еще сказать что 21 по которым ты тоже упомянул это перевертыш 12 то есть фактически это тоже самое число и практически те же самые энергии конечно 21 августа не присутствует 12 аркан повешенный но 21 число дает в сумме ту же самую тройку через тоже 21 аркан через мир то есть да ну во первых действительно она видите дорогие друзья но очень и очень совпадает с то есть мы пытаемся анализировать этот день с двух сторон но я хочу еще добавить о том что если мы просуммируем вообще-то говоря все цифры 1 2 то есть но 12 число месяц 8 и 2017 год то мы получим как я понимаю число 12 сокращенно до и опять это будет тройка то есть люди которые родились они родились еще раз под влиянием числа 3 а это юпитер это люди которые очень и очень любят учиться и любят обучать вот они очень самостоятельно не не принимать никаких приказов они ну так сказать достаточно разбирается в этих вещах и у нас есть вопрос который нам уже пришел по интернету видите молодой человек зовут его афанасий задал такой вопрос кстати даже не мне а эльзи вот во первых благодарность эльзи точнее мне о том что я знакомлю вот с эльзой понравилось очень анализ и поэтому эльза тебе да такой вопрос 26 января 1991 года жизненное предназначение но у меня допустим я уже вижу но давай все таки вопрос себе поэтому давай ты проанализируй 26 января 91 года зовут афанасий да дорогие друзья очень приятно получать от вас вот такие смс ки потому что это говорит только о том о том что вам это интересно вы слушаете и нахождение своего предназначения это тот самый главный вопрос который должен интересовать всех потому что родившись на на этой земле так скажем мы все должны проходить свои уроки и для этого мы должны естественно главный вопрос на свое предназначение иначе как слепые котята мы будем куда-то длина особенно если человек родился 991 почему почему особенно потому что 91 я родился в 50 и что ничего я думал ты меня поймешь очень молодой человек очень так я и говорю очень молодой человек да вот у меня допустим вопрос готов я хочу послушать точнее он хочет послушать тебя а потом я может быть пару слов добавлю но 26 число дает нам восьмерку то есть справедливость человек с довольно обусловленной судьбой пришел в эту жизнь и возможно действительно с повышенным чувством справедливости к окружающими к себе возможно довольно жесткий иногда в своих высказываниях и своих мнениях человек единица которая соответствует месяцу это маг он не просто имеет суждение но он еще и высказывает их а возможно и неплохо пишет но обладает определенной степенью грамотности то есть не определенной а хорошей степенью грамотности обучаемости и красноречия и год дает сумме число 2 после единицы которая соответствует солнцу но второго она соответствует маг соответствует меркурию да я сказала обучаемость двойка это верховная жрица которая тоже говорит о знании о мудрости о поиске глубин каких-то но в то же время а некоторые двойственности и когда мы начинаем складывать все числа то у нас получается промежутки промежуточной сумме 11 аркан это сила то есть человек с очень сильным характером очень обучаемый интеллектуал но с определенными колебаниями да может быть от плохого к хорошим может быть от жизнерадостности к печали и 11 ну вообще число 11 ты дальше скажешь майкл сам это особое число а в сумме она дает опять двойку что говорит о с одной стороны внутренней закрытости человека с другой стороны от действительно глубокой тяги к знаниям и какой-то мудрости потому что второй аркан это верховная жрица и она является действительно жрицей храма держащий на колени книгу торы раскрытую то есть человек каким-то знанием тайным но это же и луна то есть это двойственность это темная и светлая сторона наху понятно понятно эльза спасибо большое у нас наступил тот момент которого ждут абсолютно все радиослушатели мы говорим о рекламе на радио 1330 и после этого вернемся мы возвращаемся в нашу программу напомню телефон прямого эфира восемь четыре семь четыре девять восемь три три шесть семь восемь четыре семь пять девять пять ноль девять ноль четыре это смс ну и чикады 1330 точка ком это где можно задать свой вопрос ну и эльза произвела анализ молодого человека который зовут афанась я могу только добавить а добавить это я соглашусь абсолютно она сказала что эльза да ты говорила что это довольно жесткие могут быть мнение высказывания да я полностью это подтверждаю я бы даже сказал так характер нордические стойки как известном фильме фильм капеляна об этом рассказывает член с такого-то года вот но в данном случае авторитарность она я бы так сказал зашкаливает надо с этим так сказать пока еще не поздно с этим надо что-то делать потому что человек всегда может допускать о том что все таки в этом физическом материальном теле мы можем ошибаться но в данном случае здесь так сказать я знаю лучше со мной лучше не спорить но и так сказать вот по мне так по мне я хочу отметить вот что светлая голова абсолютно нет смысле с очень серьезные возможности в общем то это я бы даже сказал знак может быть и даже экстрасенса и мага поскольку человек обладает очень серьезными качествами в этом плане афанаси поздравляем более того есть еще и интуиция она видна что надо по целям много очень много целей которые человек ставит перед собой но возможно не добивается потому что одна вторая и третья и не добиваясь одной переключать на вторую третью тут надо определиться и более концентрироваться немножечко зашкаливает вот эта способность который называется целеустремленности и где-то где-то вероятно вот это может отражаться скажем дальше на взаимоотношениях с противоположным полом дальше на детях и так далее что-то с родителями все-таки где-то есть нюансы с родителями нету контакта или кто-то из родителей ну возможно рано ушел из этой жизни что еще нету склонности точным наукам и и не надо как бы да ну а во всем остальном есть надо позаботиться о физическом здоровье потому что полагаю так в детстве много было каких-то болезней сейчас наверное все порядке энергии немерено это очень и очень хорошо но вот так я бы проанализировал если афанасий захочет нам написать где и как там что-то там было в обратную связь дать то мы это с удовольствием озвучим ну или позвонить нам слушай с такими качествами это человек был бы великолепным детективом детективом я не знаю но я хочу сказать о том что смотрите 2 плюс 6 это 8 26 это человек который очень четко понимает свое предназначение вообще-то говоря 2 плюс 6 это 8 это сатурн а сатурн это желание и возможность работать очень и очень серьезно причем он четко знает на что ориентироваться ну первые цели такие это карьера без сомнения он четко представляет карьеру это даже может быть семья да она должна быть она входит в намерение в цели намерения любого человека ну который действует скажем по графику по заданному он четко находится в рамках своего так понимания того что есть у нас есть обратная связь или вопрос вопрос еще один вопрос 6 апреля 1959 года интересует все майкл ты начнешь или мне начать ну как можно вперед я да ну в раз аркаде говорит женщину вперед ну тогда вперед давай если я правильно успела посчитать общий суммирующий аркан этого дня рождения семерка то есть второе это колесница 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 это триумф ну эта карта или вернее этот аркан означает триумфатора и именно второе он соответствует знаку рака на что есть рак с одной стороны это знак семьи но привязка знаков зодиака к арканам второе она несколько искусственная и магическая второе вейта на которой я сейчас опираюсь или марсельском таро на которое я тоже опираюсь но долго рассказывать почему однако седьмой аркан но это такой александр македонский который всего достиг и остановился на границах своих достижений раздираемой противоречиями счастьем достижения и печалью по поводу того чего достичь все равно не удастся или невозможно на аркане колесницы изображен человек полоски запряженные двумя сфинксами белым и черным и в эзотерике считается что чем больше растишь в себе светло чем ты пытаешься быть лучше тем больше соблазна тебя одолевают и тем с большими соблазнами тебе приходится бороться для того чтобы куда-то двигаться то есть колесница это человек уже чего-то достигший жизни и постоянно желающий достигать чего-то нового но с большими помехами к сожалению да общий ряд чисел вот шестой аркан шестое число это у нас влюбленные это безусловно человек очаровательный обаятельный и хоть таро это этот аркан соответствует близнецам конечно же здесь всегда присутствует венера и поскольку число 6 а 6 это число венеры это всегда обаяние очарование красота или умение привлечь на свою сторону людей умение с ними общаться четверка это император то есть это некоторая упёртость да авторитарность да некоторая жесткость и наконец число года дает число 24 которое можно свести к 6 аркану нет это 7 7 да я неправильно посчитала я прошу прощения до 16 это будет чем 16 конечно такой интересный момент это аркан башня которая является одновременно и указанием на то что человек может быть связан с какими-то структурами крупными он просто работать допустим какой-то серьезной фильме либо он склонен замыкаться уметь какой-то очень мощный внутренний стержень вокруг которого вертится его жизнь но это лишний раз подтверждает но у нас есть еще вопросы давайте мы давайте я продолжу да иначе мы не успеем просто это сделать тем более есть еще другая информация спасибо большое дорогие друзья кто не успел ну это не только опоздал то вы не опоздаете вы можете позвонить по моему телефону 847 226 9956 вы можете оставить свой вопрос еще раз 13 на chicago1330.com найти программу задать свой вопрос и мы если не сейчас ответим то ответим в следующий раз но я в контакте с эльзой все время поэтому если к ней будет вопрос я ей это вопрос озвучу давайте я добавлю я хочу сказать о том что пол не был здесь озвучен но если человек интересует все тогда это женщина тут нету по моему двух мнений поэтому уважаемая я практически не ошибаюсь если я буду вас женского рода называть у вас очень гармоничная матрица редкое качество о чем идет речь у вас нету переизбытков как было в прошлом случае с молодым человеком у вас нету недостатка то есть практически все на максимальном уровне очень сильная целеустремленность максимальная целеустремленность великолепное здоровье данная от природы согласен сто процентов с эльзой очень серьезная привлекательность умение и разбираться ну в каких-то таких ну в красоте скажем может быть изобразительное искусство может быть это музыка танцы и так далее вы в этом разбираетесь очень и очень хорошо в красоте вы на эти толк как надо одеваться как выглядит должен человек сочетание цветов это у вас есть прекрасная энергия голова короче говоря я не вижу за исключением одного нюанса и я не вижу здесь какой-то серьезной связи с опять же с родителями то есть опять же два варианта или первый вариант не было какой-то связи может быть они где-то остались вы уехали или наоборот не знаю короче или кто рано не ушли вот тут есть нюансы надо разбираться почему есть всегда причины почему нету связи если нет связи тогда у вас скорее всего я это подозреваю вопросы в семейной жизни какие-то есть нюансы то есть по всей вероятности у вас или не один брак или как-то что-то очень с этим связано ну вот это единственный нюанс который или вы перебирали то есть вы ждали своего избранника долго может быть вы его перебирали так сказать искали вот может быть там принца может быть там с алыми парусами и так далее ну вот примерно так дорогие друзья мы рады тому что вы нам пишите у нас есть еще вопросы да есть есть сейчас еще и после рекламной паузы мы сразу его озвучим дорогие друзья мы снова с вами и прежде чем мы озвучим радиослушателя анализ его даты рождения я хочу зачитать одно комментарий которое я получил сегодня на моем портале сангейтс центр youtube давайте послушаем потому что с моей точки зрения это очень важно ну там была программа выложена и вот реакция на эту программу к сожалению многие из рожденных и выросших в ссср так ментально и остались жить в прошлом даже на себе замечаю что мое рождение в начале восьмидесятых оставила во мне неизгладимый след заложены были одни паттерн в детстве подростковые пришлись на 90-е времена непонятные смутные во всех смыслах этого слова потом двухтысячные это тоже уже другая реальность отсюда в голове полная каша и сумбур только сейчас более менее начинаю что-то разгребать и по полочкам раскладывать смотрите о чем идет речь дорогие друзья вот мы сегодня о чем-то говорим мы даем какую-то информацию знаете я прожил достаточно много лет бывшем союзе я здесь живу тоже почти 26 лет в промежутках там скажем бываю на востоке изучая вот ту реальность допустим правильно у меня есть возможность анализировать с разных точек зрения для чего а для того чтобы понять в чем наше все-таки предназначение для чего мы живем на этой земле и какова наша цель это самое главное поэтому желательно было бы человеку определиться не просто я давайте мы посчитайте нам нас вчера мне позвонила женщина из ахайо и попросила консультацию именно с точки зрения этого я хочу узнать свое предназначение узнать свое она заказала у меня такую консультацию вот которая должен буду делать воскресенье даты рождения не помню хотя хотелось бы наверное озвучить тельзи может быть я найду озвучу просто как она проанализирует это поэтому вы понимаете это не просто так это не просто ради интереса анализ идет ведь мы идем по жизни и имеем какие-то цели они определены наши даты рождения по-другому быть не может но учили нас то ведь к сожалению не тому но мы же это знаем побывавший здесь и поживший там тем более у нас есть возможность сравнивать и вот хотелось бы чтобы мы задавались таким вопросом может быть это какое-то отношение имеет философии с одной стороны но с другой стороны поверьте это очень и очень важно когда начинаешь эти вопросы анализировать когда начинаешь задавать их себе то не получаешь ответов поскольку их не было нас не не учили этому всему вот теперь мы пытаемся дать такую информацию у нас был вопрос такой 8 января 1963 года ну здесь конкретно уже женщина которая тоже хочет знать все но это это видимо ты правильно говоришь о предназначении потому что каждый все таки имеет ввиду это но никогда не может сформулировать потому что в принципе зачем человеку знать о себе то что было или то что будет скорее всего вот то о чем ты говоришь это самое правильное ну вот давайте мы послушаем сейчас эльзу как эльза как ты считаешь это правильно вот то что сейчас аркадий сказал зачем человеку надо знать о прошлом или о будущем надо я знаю что о прошлом когда разговариваешь с человеком у него рождается доверие он открывается для беседы потому что когда он понимает что его прошлое более или менее понятно консультанту то действительно возникает некое доверие что касается будущего то конечно с будущем каждый умеет справиться и кто-то не верит то что ему скажут о будущем кто-то наоборот слишком в это поверит и это его может слегка закодировать но случаи есть разные конечно самое главное что на будущее никогда не предскажешь каждого шага и человек может попасть ситуацию которую ты ему описал но до минуты ты не сможешь сказать когда он не попадет и абсолютно точно ее обрисовать поэтому наверное да я согласна с аркадий что ну прошлое и будущее не супер важно наверное знать человеку а вот что происходит в настоящий момент его предназначение наверно да это важно ну хорошо тогда давай посмотрим эту дату восьмого января шестьдесят третьего года вот у нас было 26 января с молодым человеком афанасием здесь 8 января но 26 и 8 это восьмерка да так она складывается конечно из разных чисел восьмерка она более жесткая еще на мой взгляд жестче то есть наша дама которая к нам обратилась она очень должен повышенное чувство справедливости лидерские качества очень большие и здесь много характер очень интересный она эмоциональная она справедливая она немножечко консервативная но при этом очаровательная как женщина да очень авторитарная но как женщина совершенно очаровательная поэтому я думаю что именно ее предназначение она очень женская и женская лидерская да если так можно выразиться она душа ну если не семейство всех отношений в которых она всегда состояла она двигала эти отношения всегда сейчас я не знаю насколько у нее все благополучно именно в личной жизни но она женщина энергичная и весь ее номерологический ряд арканологический об этом говорит она не сидит без дела она я бы сказала у нее как бы второе рождение сейчас вот какой-то новый цикл она взяла себя в руки может быть у нее были какие-то потери но сейчас она двигается вперед и выше и у нее будет какой-то яркий благоприятный период жизни вот примерно так ну очень интересно я могу просто добавить полностью согласен характер тоже очень жесткий действительно авторитарны ну что еще и то что интересно о том что предназначение с людьми она пришла сюда выполнить свой урок и она прекрасно понимает о том что не она одна и вокруг нее мир не крутится на самом деле хотя суждение суждения они достаточно авторитарная потеря она лидер без сомнения лидер у нее две цифры видите первая цифра скажем которая на нее оказывает воздействие примерно до 35 лет это восьмерка это сатурн чистый сатурн то есть она четко знает свою миссию она идет к этому идет своей цели и эта цель действительно с неба ничего не падает все добивается очень тяжелым трудом но и и усилия в общем-то как правило увенчивается успехом то есть она добивается своей цели но благодаря повторяю своему вот такому упорству и своему труду это правда но с другой стороны во вторая половина она может быть организатором который какого-то своего дела то и какого-то другого дела хотя качество вот смотрите она скажем не может быть менеджером качеств этих нету я их не вижу эти качеств но лидером она может быть организатором может быть то есть ей если она организатор чего-то то ей было бы неплохо иметь в своей команде человека, который является менеджером, потому что выполнять и ту, и другую работу неправильно будет, у нее не будет возможности, физическое здоровье не потянет она, короче говоря, потому что от рождения, к сожалению, его тоже немного, то есть полагаю так, что где-то в детстве она болела, имела достаточно много каких-то проблем, ну, с детскими болезнями, не знаю, как сейчас, во всяком случае об этом надо позаботиться, потому что чем дальше, понятно, мы не молодеем, ну, и тут я бы порекомендовал какие-то энергетические виды, типа йоги, самый лучший вариант, плавание, очень неплохо, ну, и больше заземляться, может быть, именно вот земля, тянуть энергию с центра и подпитываться с энергией с космоса через первую, точнее, седьмую чакру, вот таким образом, что еще, ну, в общем, наверное, вот так вот, наверное, примерно так, значит, если есть, дорогие друзья, у вас желание, у нас есть еще вопрос? Да, да. Ну, давайте вы нам обратную связь, все у нас сейчас вопросы идут по СМС, ну, их достаточно много, вот несколько вопросов есть, какой следующий датчик? имя «Надежда». Имя «Надежда». Дальше. Здравствуйте. Пожалуйста, посмотрите, 05-12-56-го года. Пятая, это, по-моему, май. Если она находится у нас, тогда, возможно, тогда 5-е и 12-е. Это я не знаю. Это мы не знаем, да? Ну, давай, допускаем о том, что это все-таки наши радиослушатели, находящиеся в США. У нас на первом месте, первым стоит всегда месяц. В России наоборот, допустим. Вот, давай, будем считать 5-е. Так, май какой день? 12-е. 12-е мая? 56-й день. Ну, вот смотрите, тенденция такая, что, ну, так будем говорить, люди возрастные, более-менее, звонят нам, да? Хотелось бы более, так скажем, молодежную аудиторию, если, конечно, есть такая, которая нас слушает. Может, кого-то это интересует и волнует. Давайте я теперь начну, да? Говорите, у меня сразу ответ, так сказать, готов. Ну, смотрите, очень интересная вещь. Она похожа на какую-то матрицу, которую мы уже рассматривали, потому что, во-первых, 12-е число, опять же, сочетание вот этих двух цифр, Солнце, Луна, единица и двойки, сумме дают тройку Юпитер. Человек очень любит, скажем так, он знает все. То есть, вот такая женщина, Надежда, которая знает все. С ней спорить вообще категорически противопоказано. Не спорьте, члены семьи или какие-то подруги, друзья, иначе нарветесь. Короче говоря, может быть, что-то там она поменяла в своем восприятии этого, но она считает, что она все знает, она все умеет и может сама кого угодно научить. Поэтому при наличии очень жесткого характера, вот так сказать, я сказала рядом, ну и вот он пошел рядом. В семье прекрасная семейная составляющая, но в самом случае была. То есть, она прекрасно понимает, что семью надо иметь. Опять же, знак экстрасенсов, я бы так определил, потому что интуиция прекрасная и такое чувство, что я уже смотрел эту матрицу. То есть, короче говоря, все как бы есть. Но вот в духовной составляющей как-то непонятно. То есть, я или одно из двух, или это фанатизм полностью, но вот есть вот только мой Бог, моя конфессия, других конфессий не существует. Ну, поэтому или же вот не верю вообще ни во что и так далее, и так далее. У нас есть реклама. Да? Да, к счастью, у нас есть реклама. Очень дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Телефон прямого эфира 847-498-3367. Телефон для смс 847-595-0904. Chicago1330.com это интернетовский сайт, на котором тоже можно задавать вопросы, ну и слушать. Эль, все в порядке, меня слышно, да? Что-то мне показалось, отключился микрофон. Я напомню дату рождения. Помнишь, да, дату рождения? Да, хорошо. 5-е, 12-е, либо 12-е мая. 12-е мая, скорее всего, да, 1956 года. Мне очень понравилось, как ты сказал по поводу интуиции этой дамы по имени надежда. Вот действительно интуиция очень сильная, гармоничная матрица, да, потому что 12-е число, опять же, солнце и луна. И оба числа таро означает образование, маг, единица, это Меркурий и умение обучаться, а двойка, луна, это верховная жрица, владение знаниями и часто знаниями, которые доступны не всем, образованность. Но вот в жизни, да, и еще ты сказал, что мне тоже очень понравилось, что человек имеет обо всем свое мнение. В данном случае здесь это отыгрывается по двум пятеркам, которые в ряду чисел рождения стоят. Пятый аркан это верховный жрец в втором. А верховный жрец, он придерживается традиций, либо имеет действительно свое мнение, или представление о жизни, принципы, против которых очень сложно выступать, кому бы то ни было. поэтому такого человека бывает, ну пятерка, она вообще еще и число борьбы, и иногда болезненных изменений, болезненного роста. Поэтому у дамы по имени Надежда видимо в жизни было немало борьбы, немало столкновений ее идеалистических возможно представлений или усвоенных с детства с тем, как на самом деле жизнь предлагает варианты. Да, вот здесь как раз полное соответствие с тем, что я вижу. Почему? Потому что именно борьба, видно борьба. То есть мнение, вот у меня мнение такое, и других быть не может. А ведь у других людей может быть свое мнение, и жизнь диктует свое, и тут вопросов нет. У нас есть вопрос из зала. Давайте примем звоночек. Звоночек есть. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, могу вопрос задать? Задавайте. Спасибо. Спасибо за программу. Я бы хотела спросить ваше мнение обоих. Как на это солнечное затмение, которое должно быть... Ой, довольно страшновато, но вот эмоционально как-то. Надо как-то какой-то баланс имеется. Мой вопрос такой. Ваше мнение, как планеты именно Меркурий, Марс и Венера, Юпитер и Сатурн, ну, как они отреагируют эти планеты на это солнечное затмение. Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо огромное. Спасибо, Эльза. Спасибо. Интересный вопрос, это не давайте мы посмотрим, посчитаем меня. Как ты можешь ответить на этот вопрос, потом я закончу. Ну, я себя не позиционирую как астролог, поэтому я сейчас абсолютно точно не помню, как расположены планеты на небе, я только знаю, что это затмение на границе льва и девы, где-то оно будет в немажорном аспекте с высшей планетой Уран, немажорном, но в аспекте. Это говорит о том, что в общем возможны какие-то перепады активности и неожиданные события, но поскольку это немажорный аспект, то они не обязательны в жизни людей, которые особенно подчиняются знаку льва, девы или опна. Что касается Сатурна, он выходит из знака стрелец, что тоже собственно ставит его в определенный аспект с этим солнечным затмением, но он еще и сейчас в сочетании с черной луной стоит в стрельце, и вот с тем, кто родился в конце на переходе из стрельца в знак Козерога, наверное, не очень весело, потому что это довольно-таки тяжелое сочетание планет. Вообще высшие планеты стоят очень жестко, очень жестко. И это затмение, оно, конечно, затмение бывает до шести году, и даже больше иногда, лунных и солнечных, но они не всегда бывают тяжелыми. Вот эти затмения, хоть их и два, но они весьма-весьма тяжелые, особенно солнечные. И если говорить о том, как планеты отреагируют, я примерно уже сказала, а вот как люди будут реагировать, это все-таки очень индивидуально. Это самое, мне кажется, главное дело не в том, как планеты отреагируют, и пускай они реагируют, как хотят, как это на нас отразится. Дорогие друзья, мы еще раз встретимся перед этим затмением, 19 числа у нас будет программа, место разбора 19 числа, серьезная, кстати, дата, 19, кармическое число, 19 число, но мы поговорим об этом, я вам обещаю, я сделаю более подробный анализ, сейчас у нас просто времени на это нет, могу вам сказать о том, что это будет непростое затмение, о том, что прогнозируются катаклизмы, прогнозируются, причем интересно, что это будет на нашей территории, Соединенные Штаты, в большей части, это Россия, так сказать, в меньшей части тут как бы участвует, оно естественно везде, затмение и затмение, но тем не менее она будет проходить у нас, поэтому возможные катаклизмы какие, ну вот всякие там торнейды, всякие смерчи, они возможны, то есть, наводнения, землетрясения возможны, более того, у нас сейчас, как мы знаем, есть серьезный аспект отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей, это очень серьезно, и буквально накануне, позавчера, в четверг, отреагировали валютные, не только валютные биржи, кстати, мировые биржи очень негативно, в Соединенных Штатах все три индекса полетели очень серьезно вниз, и сейчас, даже если пойдет вверх, там возможно опять очень серьезное падение, то есть, если Китай, скажем, там, ну это политические уже вещи, которые сейчас нет смысла озвучивать, но это лишь говорит о том, что геополитическая ситуация очень и очень серьезная, как мы должны на это реагировать, есть какие-то определенные правила, которые надо соблюдать в период этого затмения, хочу еще подчеркнуть о том, что 14-го числа Меркурий становится ретроградным, то есть, он идет медленнее, идет как бы в обратную сторону по отношению к Земле, и это означает, что все коммуникации, общение, то есть, это и компьютеры и так далее, и между людьми будут совершенно непредсказуемы, то есть, то, что сегодня кажется ясным, понятным, и общение с людьми ясным, понятным, в период с 15-го, 14-го, 15-го августа, ну за пару дней даже до этого, и до 4-го сентября, когда он идет опять прямой, 4-го сентября, идет прямое положение, это будет очень серьезно, дата называется 21-го, возможно, это просто начало каких-то изменений, но еще в сентябре мы будем испытывать очень серьезные какие-то вот потрясения, а невозможные потрясения, опять же, связанные с президентом Трампом, к сожалению, дорогие друзья, мы не можем здесь показать, я не могу вам показать, Эльза не может показать свои карты, я не могу показать то, что я мог бы показать в, допустим, в центре Сан-Гейтс, поэтому я предлагаю, если вы хотите посетить угол Данди Милоки, телефон мой последний, если вы хотите позвонить, пожалуйста, 847-226-9956, ну, у нас есть вопросы, но это уже в следующий раз, у нас время подошло к концу, всем спасибо, кто присутствовали у нас на нашей программе, Эльза, спасибо большое, всего доброго, до следующих встреч, очень приятно, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова